Каждая четвёртая женщина в Беларуси страдает от физического насилия в семье. Мы можем закрывать глаза, уклоняться от обсуждений, стараться не обращать внимания на реальные примеры. Но это будет всё равно каждая четвёртая. Какой бы сухой наукой ни была статистика, но именно она оголяет страшное. Убийства большинства женщин совершены их близкими людьми. С каждым годом случаи проявления насилия в семье учащаются. Средства массовой информации пишут о них тогда, когда изменить уже ничего нельзя. Скорее всего, жертвы уже нет в живых. Для большинства людей эти ситуации кажутся единичными, случившимися где-то, слава богу, не с нами и не с нашими близкими. Впрочем, кто знает, что именно сейчас происходит в соседней квартире. Женщины, пережившие или страдающие в данный конкретный момент от психологического и физического насилия, боятся говорить об этом, боятся пробовать спастись. От этого тема домашнего насилия кажется зачастую отвлечённой от реальности и обсуждается слишком формально, где нет места реальной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Сотрудничество нескольких заинтересованных людей и общественных организаций привело к тому, что 25 ноября на арт-площадке «Цех» о домашнем насилии заговорили по-новому. Поводом, который послужил для организации такого мероприятия, стали новости, которые появлялись в СМИ, связанные с женщинами, которые погибли от рук своих партнёров. И мы заметили такую тенденцию, что эти новости появляются в рубриках хронита и криминал, и на следующий день про них уже никто не помнит. И всем начинает казаться, что это какие-то единичные случаи, какой-то психопат убил свою жену или ребёнка, но при этом нет вот этого общественного обсуждения, рефлексии на тему того, что на самом деле это очень печальные последствия типичной ситуации домашнего насилия с оскорблениями, руганью, скандалами и рукоприкладством. И очень хочется, что в рамках этой выставки произошла именно смена этого фокуса. То, что произошло с этими семью женщинами за этот год, это всего лишь просто последний такой уже виток насилия, который продолжался хронически в этих семьях десятилетиями, годами. Поэтому очень важно, мне кажется, проговаривать именно то, что домашнее насилие – это потенциально очень опасная ситуация, это преступление. И если оно не закончилось очень печально сегодня, это не значит, что оно не закончится так завтра, и что надо обращаться за помощью. Проект «Стоп насилие» был реализован при поддержке британского бизнесмена Ричарда Ларуины. Я думал много о различных предприятиях, но это, в том числе, я думаю, что это место, что люди не дают так много внимания, но это что-то, где вы можете сделать много хорошего. Я думаю, что все думают, что люди болезненные, и уничтожители, и уничтожители, и уничтожители. Вместе с общественной организацией «Радислава» инициативой «Гендерный маршрут», идея превратилась в масштабный проект, включивший в себя выставку, читки тематических пьес, воркшопы, мастер-классы и благотворительный концерт. Проект привлек всех открытых к обсуждению, имеющих активную гражданскую позицию и не боящихся говорить. Когда мы говорим о состоянии событий, это, конечно, очень грустный вопрос. Это очень грустный вопрос, но мы не хотим, чтобы люди были депрессивны когда они visitают, поэтому мы пытаемся сделать это позитивно. Мы разрешили несколько концертов и какие-то интересные активы для того, чтобы сделать это позитивно. Но мы надеемся, что после этого, люди думают о это много, что это будет эффективно, и что они будут распространены и увеличиваются в виду, о том, что мы делаем с партнерами. Автор инициативы «Гендерный маршрут» Ирина Соломатина выступила куратором выставки, работая с женщинами-художницами в создании экспозиции, каждая из которых будет нести активный яркий месседж, призывать к обсуждению, заставлять задуматься, оценить степень реальности проблемы. Очень важно было принять участие в этой выставке, потому что, ну, во-первых, я периодически работаю как куратор, и это моя не первая выставка, но мне очень интересно, в общем-то, приглашать художниц участвовать в таких социально значимых проектах, и то, как, в общем-то, художницы разного возраста абсолютно и разных кругов откликнулись на участие в этой выставке, это тоже определенный показатель. То есть у них все получились высказывания очень личные, и то, как они, в общем-то, откликнулись. То есть мы работаем без гонораров, то есть только-только во имя идеи, и для меня это тоже очень важно. Поэтому, ну, вот чем мы занимаемся. Проблема домашнего насилия, какие бы формы оно ни приобретало, остро стоит не только в Беларуси, но и в других странах мира. Поэтому неудивительно, что реализацию проекта поддержал посол Великобритании в Беларуси Брюс Бакнелл. Это тема, то есть насилие против женщин. Это как проблема в обществе, и мы должны признать об этом. Экспозиция выставки включила в себя семь проектов – работы женщин, художниц и фотографов, каждая из которых демонстрирует свое видение проблемы домашнего насилия. К сожалению, вся статистика по насилию, она как бы не уменьшается, да, то есть это такая стабильная, стабильный показатель, да, то есть куда не замеряем, везде есть это насилие присутствует, в той или иной степени, да. И получается, что планы гендерные принимаются, милиция у нас все это тоже делает, да, но насилие продолжается. И, в общем-то, вот мы, как группа исследователей, мы, в принципе, замеряем в том числе и разницу между, существующую разницу между наличием очень пропагнитного законодательства и абсолютным отсутствием механизмов его реализации в судах, да. То есть на сегодняшний день очень большая проблема, что люди, в том числе и женщины, они боятся обращаться в суды напрямую, да, а обычно в судах такие дела инициируют только благодаря участковым. Но на мой взгляд это тоже очень опасно, потому что, в общем-то, любая гражданка должна сама не бояться идти в суд, и суд должен признавать и отрабатывать механизмы реализации в общем-то, закона по домашнему насилию, да. Ну, на самом деле, прям так, тема насилия там не прослеживается, там больше отношения к теме насилия в разных странах. То есть там Индия, Беларусь и Украина. И как мы видим, как освещается в СМИ данная тема. И просто мы попробовали вот данной техникой колпажа это выразить. Что получилось? Что получилось? Ну, получилось, что в Беларуси все молчат. Идея возникла очень, так, идея возникла достаточно банально. Покупая в магазине краску для волос, я обратила внимание на стенды с красками. Это было очень красиво. То есть я посмотрела, что столько много прекрасных лиц, женских, смотрит на нас, да. И их просто великое множество. И в то же время, когда ты думаешь о жертвах, да, что значит вообще жертва в таком как бы глобальном понятии, да. жертва собственной красоты, это девушка, да, или она жертва потому, что она красива, да, и на нее смотрят, как на какой-то персонаж такой, да. О проблеме домашнего насилия мало говорят. Особенно мало говорят те, кто является его непосредственными участниками, сами насильники и их жертвы. Посетители выставки проекта Стоп Насилие могут стать тем срезом активного общества, который говорит о реальном уровне проблемы. Чем больше людей придет сюда, тем мне комфортнее будет ночью ходить по какой-нибудь каменной горке или серебрянке. Это минимум. Ну, а максимума дела нет. У меня в семье была такая же трагедия, как мой отец был приезженницей. Не то чтобы там вербально, я бы сказала, было пригласили, не стесняюсь этого сказать, но, по крайней мере, эта выставка, она, возможно, не так уж много экспозиций, да, здесь в основном и фотографии, и коллажи, и инсталляции, но она тему поднимает, ту тему, которая нужна, ту тему, которую обозначили сами авторы и организаторы. Обсуждение весьма важно, потому что как тема в общество никто не хочет признаваться. И когда в общество мы говорим о проблемах, это очень хорошее, потому что мы должны, чтобы улучшить общество, мы должны говорить о проблемах. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok